Всем привет! Вы снова на канале SEO Quick, на подкастах канала SEO Quick и конечно же мы сегодня поговорим непосредственно по апдейте Яндекса. В прошлом подкасте я рассказывал по поводу, как продвигаться в Яндексе, но многие не интересуются по поводу свеженьких апдейтов, которые там существуют. Конечно же мы все знаем про те апдейты, которые существовали ранее. Эти апдейты всем известны. И мы сейчас поговорим про свежие апдейты, которые точно обновились. Сейчас я скажу свежую новость по поводу новую версию поиска, так называемую Vega. Это свежая новость, я ее увидел на Search Engines.ru, сайт с которым мы сотрудничаем. И конечно же Яндекс представил Vega, это большое поисковое обновление. Теперь собственно Яндекс точнее и быстрее отвечает на запросы, так что учитывает сигналы от асессоров, экспертов при обучении поискового алгоритма. То есть люди могут решать с помощью Яндекса гиперлокальные задачи, находить в конкретном микрорайоне, квартале или даже доме. То есть Vega это некий апдейт улучшений, которые добавлены в поиск за последний год. Это итог работы большой команды в течение года, как говорит Андрей Стыскин, руководитель поискового портала Яндекса. Собственно он считает, что отражает наше видение то, каким должен быть современный поиск, умным, технологичным и готовым помочь в любом месте в любой ситуации. Собственно давайте коротко пройдемся, что они предлагают. Конечно же повышение качества поиска за счет нейросетей. По поводу нейросетей уже ходит множество шуточек, есть даже целые паблики, которые позволяют по помощи нейросетей дописать текст. То есть вы пишете текст, а он позволяет предугадать текст и дописать дальше. Иногда даже рождают смешные анекдоты, иногда шутят лучше юмористов. Вы можете погуглить эту тему, есть, я даже скину потом позже в комментарии ссылочку на один из таких сервисов. Это конечно же за счет нейросетей обеспечится то, что в Google тоже планируют реализовать, точнее уже реализовали в Google Берти. Это намерение, анализ намереваний и подбор по смысловым кластерам результатов поиска. Второй момент это мгновенные ответы. Конечно же ускоряются ответы, например, для интернета, то есть технология предугадывает какой будет полный текст запроса и как только человек набирает слова и предлагает уже сразу результат, экономит, как говорится, время. Экспертный поиск это новая фича, которая обзавелась асессорами-экспертами. То есть теперь непосредственно, когда вы какие-то запросы гуглите, эксперты выбирают оптимальный для вас ответ. Что это значит? Это значит, что теперь за верификацию ответа в поиске отвечают определенные люди, а не просто машина. И если нужно помочь машине, помогает человеческий фактор. С одной стороны это может быть шаг назад, но с другой стороны это увеличивает качество поиска. С одной стороны это возможно влияние на выдачу за счет человеческого фактора, да может быть намеренное влияние, некачественное влияние асессора, но в целом пока на текущий момент идея достаточно интересна. По поводу гиперлокальности. Теперь собственно в большом городе Москве, в зависимости от того района, в котором вы живете, в выдаче вы будете видеть разную выдачу, а не просто одну по Москве. Тем самым тем, кто живут в Химках, будет очень классно продвигаться по своему микрорегиону. Или те, кто живут в определенной зоне МКАДа, то есть за МКАДом, то есть в определенном секторе, им после своей зоны метро будет выгоднее продвигать свою парикмахерскую, а не конкурировать с мастодонтами в выдаче. Тем самым это позволяет малому бизнесу в локальной выдаче выйти на более высокие показатели. Но как я говорил, очень важно иметь физическое представительство в этом доме, в этом городе. Как вы видите в выдаче, теперь непосредственно для мобильной выдачи, все делается для нее любимой, теперь выводится в Яндекс.Картах непосредственно более детально места и подбирается более детальная выдача. И теперь мы собственно перейдем к тому моменту, это тот самый апдейт Андромеда, собственно ради которого вы наверное перешли на подкаст. В вебмастере есть хорошая статья, которая рассказывает про то обновление поиска, которое вышло в 2018 году, то есть это прошлогодняя фактическая новость, она уже устарела. Но как она устарела, то есть на что они обращают внимание, то есть они обращают внимание, что на мобильных устройствах Яндекс набирает обороты даже быстрее, чем в десктопе. Более того, собственно, что анонсировали, быстрые ответы. Обязательно то, что обновили формулу ранжирования, теперь ввели те самые значки. По поводу значков, конечно же вы помните, где их можно посмотреть, это можно зайти в вебмастер, зайти в ваш ресурс и сравнить ваши показатели вашего сайта непосредственно в разделе качества сайта. В показателях качества вы можете увидеть свою иконку, какой у вас знак популярности, какой у вас знак выбора пользователей, если у вас статус защищенного соединения и если у вас значок турбо страниц. Те самые значки ввели в прошлом году. Вы, наверное, если продвигаетесь, наверное, их заметили. Если же вы обучаетесь по каким-то старым курсам, возможно, вы про это не знаете. И поэтому, если вы впервые об этом узнали, обязательно напишите мне в комментариях, поставьте лайк этому видео, если вы смотрите меня на ютубе обязательно. И, конечно же, я бы хотел услышать ваше мнение, как вы решили вопрос по наращиванию звездочек. Теперь плюс появился то, что теперь в вебмастере вы можете увидеть непосредственно конкурентов, прямых конкурентов, с кем вы конкурируете. Яндекс сам вам говорит оптимальных конкурентов, с кем вы будете, как говорится, бодаться, у кого какие значки, у кого какой икс, у кого нужно смотреть стратегию, на кого можно, как говорится, не обращать внимания, ну и с кем нужно по какому принципу бороться. Яркий пример, например, выбор пользователей с сайт Ази с каталогом, например, в сравнении с нашим клиентом Admos Gifts. Это видно заметно, что он более популярен, но и мы скоро их догоним, так что мы тоже работаем. Как получать эти значки, конечно же, тут можно почитать и в подсказках в вебмастере, что значок выбор пользователей, та самая пресловутая корона, получает сайты с высокой степенью вовлеченности. То есть вы должны работать с контекстом, вы должны работать с текстовым контекстом, а не с рекламой контекстом, чтобы вернуть пользователя, с рекламными акциями. Вы должны делать мотивирующий контент, чтобы пользователь захотел перейти на вас повторно и продвигал вас. Соответственно, коронку для того, чтобы получить, вы должны работать над юзабилити вашего ресурса, прислушиваться к мнениям вашего SEOшника, который говорит, что эти страницы плохо конвертят в этих страниц, плохая вовлеченность. Как улучшить вовлеченность? Смотрите конкурентов, изучайте конкурентов и старайтесь добить эту коронку у себя. Знак популярный сайт, конечно же, если у вас посещаемость очень высокая. Для того, чтобы нарастить посещаемость сайта, не обязательно лить кучу денег на контекст. Создайте качественный блог, поставьте микроразметку, завоюйте место в выдаче, получайте трафик не только с Яндекса, но и с Гугла. Следует помнить, что Яндекс смотрит за вашим трафиком, если у вас стоит Яндекс.Метрика. Обязательно поставьте Яндекс.Метрику на свой ресурс. Если у вас до сих пор ее нет, обязательно это сделайте. Я в своем видео на Ютубе, у меня есть старое видео по установке Яндекс.Метрики, оно вам безумно поможет, расскажет, как ее правильно ставить, какие виды Яндекс.Метрики бывают, как поставить метрику с веб-двизором, с новым счетчиком. Это все вы можете, конечно же, посмотреть. Для установки счетчика вам не нужно ничего, кроме просто нажать кнопочку в Яндекс.Метрике, добавить счетчик, ввести все необходимые данные и выбрать установить код счетчика на сайт. Больше ничего не нужно. Это все бесплатно, не требует никаких дополнительных усилий, разве что только что в код программист, код должен поставить ваш программист в шапку вашего сайта. Обязательно в шапку код должен грузиться довольно быстро. И на этом, собственно, все. Обязательно задавайте вопросы мне, я буду на них обязательно все отвечать, если на Ютубе прямо вот под этим видео. Если хотите задавать вопросы мне по аудиоподкасту, зайдите на наш телеграм-канал, подпишитесь на него. У нас там есть очень активная группа, задавайте вопросы, мы на все вопросы отвечаем. Не забываем подписываться на наш самый классный аудиоподкаст, где будут выходить постоянно новые, новый контент, новые свежие информации, обзоры новостей от меня и от моих коллег, от Анатолия, от Алены. И, конечно же, до новых встреч.